В итальянском Антхольц-Антерсельве уже завтра возьмет старт шестой этап Кубка Мира по биатлону. Первая гонка – мужской спринт на 10 километров. Белорусские мужская и женская команды на предыдущем этапе в немецком Рупольдинге выступили успешно и пребывают в хорошем настроении. Продолжит тему Екатерина Забавская. На четыре дня живописная итальянская долина Антхольцерталь превратится в мекку биатлонных фанатов. Ожидается прибытие более 60 тысяч болельщиков. Здесь собралась элита мирового биатлона, которая будет сражаться за кубковые очки в шести гонках по трем дисциплинам – спринте, пассюте, эстафете. 33 команды уже приехали на место соревнований и приняли участие в официальной тренировке. В первой спринтерской гонке от белорусской команды выступят Чепелин, Дюжев, Абашев и Лядов. Обычно по приезду на новое место, где проводится этап Кубка Мира, после выходного ребята вкатываются. Можно так это назвать – пробуют стрельбище, пробуют трассы. Таких больших сложностей в тренировочном процессе в работе нет. Основная для них задача сегодня – это привыкнуть к трассе, привыкнуть к стрельбищу, немножко попробовать пострелять на повышенной скорости, но не на максимальной. Биатлонное ресталище будут проходить на высокогорной Зютироль-арене, стадион которой удобен как биатлонистам, так и болельщикам. Соревноваться за право быть первым намерены 300 атлетов. Белорусские спортсмены традиционно в числе фаворитов. 23 числа в спринтерской гонке примут участие Домрачева, Скордина, Писарева, Доборезова, Кривко. Все пять человек, которых мы привезли в Антхольц. Антхольц, наравне с Аберхофом и Рупольдингом, входит в IBU Golden Classics, где за победу в гонках биатлонисты получают дополнительные призовые. Однако, учитывая амбиции лидеров общего зачета, сверхмотивации для попадания на подиум атлетам не требуются. Сам рельеф, он не очень крутой, не очень серьезный, но в комплексе с высотой, среднегорье, это уже, конечно, дает дополнительную нагрузку. В стрельбе абсолютно другие ощущения, выше пульс, но и именно высота дает о себе знать на гонках. Итальянский стадион расположен на высоте 1634 метра над уровнем моря, что отражается на времени тренировок. В таких условиях спортсмены могут эффективно работать не более двух часов, после чего они возвращаются в отель, который находится значительно ниже. Погода здесь позволяет стрелять хорошо, но здесь горы, здесь очень сложно подходить и отрабатывать очень тяжело на стрельбе. Ну, в принципе, все, что задумано, сделали сегодня. Место проведения соревнований находится в Южном Тироле, недалеко от границы с Австрией. Здесь веками местные жители общаются на двух языках, итальянском и немецком, отсюда и двойное название города. Кстати, этот этап является любимым у многих биатлонистов, потому что здесь всегда прекрасная погода и примерно равные стрелковые условия для спортсменов.